О чем пишут на страницах печатных изданий, расскажет наш постоянный обозреватель Анастасия Калинина. Анастасия, вам слово. Спасибо, Елена. В Госдуму внесен проект закона о муниципальной милиции в Российской Федерации. Документ предусматривает возврат милиции на региональный уровень. Во всех муниципальных образованиях населением свыше 250 тысяч человек появится управление милицией. Причем руководители этих структур будут избираться местным населением, сообщает российская газета. С сентября продленка в некоторых школах неожиданно стала платной. Вопрос почему? До сих пор открыт. Ни родителям, ни учителям, внятно так никто и не объяснил, имеет ли школа право брать с родителей деньги. А ведь иным мамам и папам приходится теперь выкладывать за продленку и до 10 тысяч рублей в месяц. В Госдуме РГ рассказали, продленка может быть бесплатной только до пяти часов. А также в свежем номере российской газеты студентов колледжей поощрят повышенные стипендии в 4 тысячи рублей. Для того, чтобы поддержать и поощрить лучших студентов колледжей и техникумов, из бюджета страны выделены дополнительные деньги, из которых будут выплачиваться повышенные стипендии. Рынок железнодорожных перевозок продолжает обсуждать скандальное постановление, которое может привести к росту цен на товары по всей стране, сообщает «Комсомольская правда». В свежем номере журнала «Телесемь» от 15 октября вы узнаете методы воспитания многодетных отцов Охлобыстина и Кортнева, а также разговор по душам с Сергеем Безруковым, за что он любит социальные сети и в каких фильмах сейчас снимается. В эту пятницу стартует второй этап шоу «Голос» – поединки. Теленеделя побывала на генеральной репетиции. Страсти накалились настолько, что даже техника не выдерживает. Корреспонденты теленедели обнаружили наряды на заказ и креативную скорую помощь. Не пропустите! Сегодня у меня все. А что нового и интересного появится на страницах свежей прессы, я расскажу вам в следующую среду. Спасибо, Анастасия! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия!